МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 августа в Благовещенске впервые пройдет отборочный тур чемпионата России по чтению вслух под названием «Открой рот». В течение минуты каждый участник будет показывать все свое ораторское и актерское мастерство. Более 30 участников уже зарегистрировались, да еще каких. Сегодня мы об этом поговорим с организатором регионального этапа конкурса. Евгений Еремин, здравствуйте. Здравствуйте. Открой рот. Ну, просто все взбудоражены. Почему же такое название? Форумы буквально вы раскалились от этого. Ну, есть, есть. Есть такой налет какой-то такой непривычности. Ну, я думаю, это как раз вот то, что выводит нас на какие-то языковые клише, к которым мы привыкаем. Да, вот, например, там «След Пушкина», хорошо бы, чтобы это называлось, да, или там «Память о блоке», ну, вот что-то такое. Но, с другой стороны, я тоже думал, и первая, у меня была первая реакция, тоже такая некая грубость, непривычность, да. А потом начал, когда раскручивать, что делает человек, рождаясь. Вот первое. Да кричи. Ну, ему нужно, чтобы в этой жизни застолбиться. Он орет, правильно? Он открывает рот, и даже там в холодную воду шлепает, по попке, да. Вот. Потом, вот мы все помним эту школу, там, вот эти авторитарные какие-то вещи, там, там, «Иванов, закрой рот», там, да? А это вот какой-то ответ некий такой ответ, «Открой рот». То есть, это же важно еще, как ты насытишь вот этот рецептивный момент, вот как ты насытишь это название. Как это будет проходить? Это будет в ресторане общественно-культурного центра, да? Да. Это будет посещение открытое, бесплатное для всех желающих? Да, и это вот все благодаря тому, вот такой какой-то счастливой, сказочной случайности, что правительство нас поддерживает, муниципалитет, управление культуры, и дирекция ОКЦ, вот, нам предоставила, то есть, без всяких аренд. И то, что откликнулась на это Виктория Андреевна, хопатько, то есть, вообще, это неожиданно. Я, конечно, простраивал, я надеялся, что это как-то вот отзыв найдет. И думал, ну, вот, чтобы в такой мере, чтобы в такой отклик, видимо, наверное, вот в душе каждого вот это вот, сохранилось вот это детство, да? Вот эти, на скорость чтения. Да, я об этом думала, когда вопросы составляла. Да. Каждый садился отдельно к учителю и читал. Да, и там было замерено, там что-то 60 слов в минуту, да? Но вот этот чемпионат, это как раз такой ответ тем конкурсам, таким, несколько таким, все-таки, заорганизованным. Мне кажется, вот это как раз момент побега из школы. Вот открой рот, это точно побег из школы. Вы закончили уже прием заявок? Нет, Михаил Фаустов вообще. Это основатель. Это основатель, да. Конкурса. Культрегер, пропагандист, идейный вдохновитель этого чемпионата. Он с удивлением отслеживает и мониторит вот странички, которые мероприятия отражают. Так вот, наша страничка по конференции Восток, да, дальневосточная, между Магаданом, Хабаровском, Курилами, Владивостоком, самая активная, самая активная. И за всю историю чемпионата, то есть за 4 с лишним года, он это видит впервые. За 32 или за 33 перешло. Вот они все поступают и поступают. Именно потому, что Михаил вот дал добро, говорит, ну раз вот такая активность, вот вплоть до самого начала будем принимать заявки. На самом деле мы должны были остановиться на 12-м человеке. Вот смотрите, я так спросила вначале, доступно ли будет прийти вот на эти отслушивания, да, вот они похожи будут, наверное, как поступление в театральное училище. Доступно ли это любому желающему, потому что... Абсолютно доступно. Потому что здесь есть шанс увидеть известных людей в необычной ситуации, да. Да, вот расскажите, кто участники, например. Абсолютно, абсолютно верно. Вот здесь именно вот этот чемпионат, он чем хорош, вот доступностью своей, демократичностью, публичностью и вот возможностью потягаться силами и еще проявить, так сказать, свою смелость. Мы же такие привыкли к пьедестальности. Вот у меня так вот свой памятник такой. Мне один человек, достаточно известный в городе, сказал, нет, ну если я не побеждаю, то зачем мне там участвовать, да. Да, уже в минус вроде. Есть, да, есть планки какие-то, с которыми уже, так сказать, слежались. Вот. На самом деле большое уважение тем, кто имеет какие-то заслуги. Расскажите, кто эти люди, хотя бы несколько. Ну, например, Саша Бабошка, Саша Бабошка, журналист, ну он оратор, музыкант, он, его просто приятно слушать, он рассказчик гениальный просто. Ну, Алексей Воскобойников, да. Наш телеведущий. Это звезда, так сказать, всего и всея, потому что мне когда звонят девушки и спрашивают, а Воскобойников будет? Я говорю, кто такой, вот почему он так всех, так сказать, пугает? Он говорит, ну нет, если Воскобойников будет, мы не будем. Вот я по полчаса уговариваю, да ну вы что? Что боятся конкуренции. Да, боятся конкуренции. Я вот на себя попыталась примерить, могу ли я пойти, я поняла, что нет, я просто не успею. Это не так. Нет, вы правильно говорите, что есть определенные рамки, стиль уже разговора, да, вот, то есть мне мешает формату ведущего, да, уже это есть клише. Здесь нужно раскрепощаться, здесь нужно актерское мастерство, ораторское искусство. Так для этого же спонтанность, вот, то есть вы раскрываете этот конверт и вытаскиваете. Вот, какие критерии? Критерии, критерии какие? Главное не растеряться. Мы сами не знаем, к чему мы готовы. И вот такие чемпионаты, вот такие мероприятия, я думаю, вскрывают в человеке скрытые возможности. Более 30 участников, да, предполагается? То есть это растянется надолго? Мы сейчас делаем все, чтобы как минимализировать какие-то простои задержки, рутину какую-то, чтобы это все было динамично. Я вчера ночью разбудил бедного Михаила Валерьевича, да, он где-то в аэропорту. Идейный вдохновитель конкурса. Да, идейный вдохновитель, я не знаю, как он выдерживает, он же садится, грубо говоря, в самолет в феврале и заканчивает в декабре. Именно в связи с этим конкурсом? Ну, 50 городов, это в этом году 50, а в следующем 96 уже. Мы вошли в полсутни, вот успели впрыгнуть, да, ну я год с ним вел переговоры, и ему большой-пребольшой поклон, потому что он согласился к нам приехать бесплатно. Обычно по регламенту оплачивают ему и сопровождающему билет от Москвы и обратно. В нашем случае вот он сделал вот такой широкий жест. Нужно добавить, что отборочный тур чемпионата России по чтению слух пройдет 23 августа, а победитель пойдет в 18.00 в ресторане общественно-культурного центра, а 28 августа в Владивостоке победитель представит Амурскую область. Да, бар Чкалов, это одна из площадок Верокса, международного музыкального фестиваля. Я бы хотел, вот действительно воспользовавшись случаем, поблагодарить вот всех, кто нам помогает с информационным продвижением. Евгений, можно напоследок каверзный вопрос? Вы же председатель в коллегии судей. Каверзный, председатель. Можете мастер-класс дать прямо сейчас? Я думаю, надо всегда начинать, знаете, как-то я увидел, как Илья Логутенко выходит на концерт из-за кулис. Он очень четко, вот согласно актерским каким-то методикам, за 10 шагов он входит в роль. То есть, входя вот на сцену, мы думаем, что мы сейчас подойдем к микрофону и так раз улыбочку такую достанем, такой... Нет, за 10 шагов, пожалуйста, будьте добры уже войти в роль и быть готовым. Ну, там же будет первый раунд классическая литература, второй современная, третий поэзия. То есть, это уже у нас как-то есть какая-то подготовочка. Но самое главное, не заорганизоваться, вот не загрузиться. Мне некоторые звонят и говорят, вот я уже там так отрепетировал. Я говорю, не надо, это же перед смертью не надышишься, не надо, уже прекратите, уже репетировать. Просто готовьтесь, готовьтесь выиграть, готовьтесь проиграть, готовьтесь насладиться всем этим. У нас такая возможность дальше простраиваться. Ни в коем случае, потому что столько сил, столько сил, столько рычагов включено, что вот просто для того, чтобы это произошло, просто 23-го и все, но это было бы слишком роскошно, слишком щедро вот так взять и закончить на этом. Нет, я думаю, это будет... Я вообще это вижу среди диаспор армянская, грузинская, якутская проводить такие вещи. Среди милиционеров, среди врачей. На национальных языках, например, да? Да, среди врачей, среди воспитателей детских садов, среди депутатов обязательно, обязательно. Что же они читать-то будут? Ну, я думаю, вот декларации, вот так сказать. Нормативные акты? Не, ну я думаю, как раз вот им надо читать сказки. Сказки надо читать, о Генлина нужно читать, Викторию Токареву нужно читать, как-то вот раздыхаться. И все же напоследок попрошу прочитать четверостиший какой-то мастер-класс от председателя судейской комиссии. Ой-ой, ну это же, это же сапожник без сапог. Да ладно, давайте. Стрихиньтесь. Хорошо, хорошо. Десять шагов. Ну да, сосисочная, закусочная. Погиб поэт. Невольник чести пал, клеветный молбой, свинцом в груди, жаждая мести, поникнув гордой головой, не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Постал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь, да, не пустых похвал, не нужны хоры, жалки лепят, оправдания судьбы, свершился приговор? Вот мне кажется, что вот это стихотворение Лермонтова нужно читать вот не так там. Погиб поэт, невольник чести пал, окледетанный молбой, свинцом в груди, жаждая мести, поникнув гордой головой, не вынесла. То есть вот мне кажется, нужны какие-то новые подходы там. А я придумал слово, смешное слово, плим, повторяю снова, плим, плим, плим. Прыгает и скачет, плим, 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 и ничего не значит, плим, плим, плим. Убит. Убит.